Привет всем дорогие друзья! Это видео посвящено прошивке RECO SP277 Неважно принтер это или МФУ Потому что прошивать мы будем чип на картридже А говорю сразу, для тех кто в танке, для тех кто не в курсе Потом не нужно мне писать в комментариях, где прошивка Аппараты принтера МФУ не прошиваются Прошивается только чип, который находится на картридже Вот этот вот маленький зелененький Небольшой ликбез, как проходит сам процесс Собственно нам нужен будет чип, программатор Который в принципе легко спаять Загуглив следующее, как сделать программатор на двух резисторах для PonyProg Я пользуюсь бесплатной софтиной PonyProg Собственно вот чего ожидать от этой прошивки Кто боится или не уверен в своих силах Купите чипы на Алишке, либо прошейте в ближайших сервисах А кто в курсе истории с чипами, давайте поизучаем немножко Итак, распиновка стандартная для всех рикошек ГНД, ЦЛК, Дата и ВЦЦ Распиновку очень важно, не путаем Лично я использую небольшую подкладку Можно от тормозной площадки резинку использовать Очень важный момент, расстояние очень малюсенькое Поэтому питание я подключаю в самый последний момент Чтобы не коротило Коротенько пробежимся, вот дамп с отработанного чипа И вот дамп, считанный с нового чипа Рассчитанный на 2.6 тысяч копий Интересный момент, как и в старых моделях В частности я рассказывал SP-150 Аппарат прошивает свой серийный номер в чип Кому это интересно, ссылку на скачку я оставлю Будут все дампики, старые и новые Можете посмотреть, поковырять Ну и вот, после прошивки чипа Давайте посмотрим отчет Общий пробег Тут это все понятно По ресурсу, по остатку чипа Тут в процентах нет Но квадратик полный или практически полный Картридж рассчитан на 2.600 тысяч копий Возможно, есть чуть-чуть побольше Кто работает с рекошками, у кого есть такие модельки Пожалуйста, пользуйтесь, скачивайте Не жалко Кстати, важно отметить, что дамп или прошивка чипа многоразовый Можно лить, прошивать один и тот же дамп Сколько угодно раз Кому пригодилось, прошу, ставьте палец вверх Пишите комментарий Спасибо за внимание Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok